Божьей церкви и соединением всех Господу помолимся. Казачество всегда было тесно связано с церковью. И в нынешние времена присяга в жизни казаков – второе по значимости событие после святого крещения. Это слово чести, данное казаком на верность православной вере. Отстояв молебен в храме Андрея Первозванного и получив благословение, от батюшки новобранцы Центрального районного казачьего общества проходят ритуал посвящения. Служи вере православной, чтить традиции и уважать старших. Перед принятием присяги каждый молодой казак проходит испытательный срок, изучает основы православного вероисповедания, обычаи, традиции и культуру казачества. С кодексом чести казака Даниил Боровиков знаком с детства. По окончанию 10-й школы решил заполнить прошение в казачье общество, и его приняли в направлении. До присяги я все равно работал уже, помогал казачеству. Казаком я себя вижу, потому что с самого детства уже казак, и поэтому думаю поступать в училище именно казачьего направления, то есть именно казачий полк, потому что все же уже казак. Во время присяги освещается и оружие казака, с которым он несет службу. В Сочи работы у казачества немало. Они принимают участие во всех событийных мероприятиях и следят за порядком в городе. Входит в число добровольных дружин и ежедневно патрулируют улицы совместно с полицией. В летний период мы будем охранять пляжи. Это у нас Приморский, это Маяк и Ривера. Также будем регулировать пешеходные переходы. Это возле главпочтамта. Теперь мы взяли под охрану, во всяком случае не все, но часть уже школ взяли под охрану. И задача стоит, что все муниципальные предприятия нужно взять под охрану. С момента принятия присяги новобранцы обладают всеми правами и обязанностями казака. Ряды Центрального районного казачьего общества пополнили 80 бойцов. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.